Всем привет, это канал CryptoCommons. У нас уже 13 тысяч подписчиков. С вами, ребята, мы молодцы. Давайте пробьем это сопротивление в 13 тысяч и полетим прямо на Луну. И сегодня у нас очень интересный выпуск. Перевод зарубежной аналитики от Бенджамина Коуэна с канала IntoTheCryptoverse, который подготовил для нас Ваня. Спасибо ему большое. Кто понимает английский, ссылка на канал Бенджамина в описании. Он нереально крутой чел, инженер, математик от бога просто раскладывает за биткоин так, как Эйнштейн. Поэтому подпишитесь, если вы понимаете английский. А если не понимаете, все равно подпишитесь и смотрите эти видео после переводов. И, может, начнете что-то понимать, заодно и английский подтянете. Давайте прямо к контенту, потому что очень интересный макротрендовый анализ биткоина сейчас будет представлен вашему вниманию. Погнали! Привет всем и спасибо, что запрыгнули обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине и заново посетим идею рассвета новой эры. Если вам нравится контент, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте видео палец вверх. Также заходите на телеграм-канал, ссылку на которую вы можете найти в описании к видео. Для начала рассмотрим цену биткоина по отношению ко времени, где цена на логарифмической шкале. То, что мы здесь видим, просто средняя цена биткоина за каждый год. Средняя цена за плюс-минус 365 дней. Конечно, это может быть 366 дней, в зависимости от того, был ли это високосный год. Итак, все эти точки — это средняя цена каждого года без лишних шумов. Мы также можем посмотреть на такие вещи, как стандартное отклонение от этого, на минимальную и максимальную цену. И мы замечаем, когда смотрим на такие метрики, что мы имеем разные фазы расширения и разные фазы сжатия. Главный момент в том, что цена биткоина в основном движется вверх. Но есть некоторые фазы сжатия, когда она идет обратно вниз. И причина в том, что когда он входит в режим определения цены, он перепрыгивает то, что вы можете определять, как его оправданная стоимость на этот момент. Потом он возвращается обратно к оправданной стоимости. И потом он идет на очередную сумасшедшую фазу расширения. Сейчас мы в середине нашей четвертой фазы расширения. Мы определенно видели три фазы сжатия за последние несколько лет. Если вы посмотрите на этот график, вы увидите, что наша первая фаза расширения длилась плюс-минус год, потом год сжатия, потом еще год расширения, пара лет сжатия, пара лет расширения, пара лет сжатия. Я думаю, что возможно будет по крайней мере что-то около трех лет расширения, когда мы посмотрим на график в будущем и обсудим идею роста средней цены. Конечно, мы не знаем, как это будет выглядеть в конце года, потому что мы только вступили в 2021. Это может выглядеть сильно иначе к концу года. Возможно, что наша минимальная цена к концу года не 28-29 тысяч долларов, каковой она сейчас является. Возможно, что к концу года. Минимальная цена может быть меньше, и также возможно, что максимальная цена будет выше 58 тысяч. Сейчас это то, что мы имеем на 2021, но мы только в него вступили и не имеем ни малейшего понятия, как высоко или как низко оно пойдет в 2021. В плане минимума, максимума и среднего. По крайней мере, мы знаем, что максимум не опустится ниже этой точки. Мы уже это знаем, знаем, что он не опустится ниже этой точки. И мы знаем, что минимум не поднимется выше этой точки, поскольку уже была фаза с ценой в 28-29 тысяч долларов в самом начале этого года. Я думаю, что эта фаза расширения будет выглядеть примерно вот так, будет сохранять восходящий тренд, по крайней мере, еще пару лет. Но могут быть и фазы, где мы остываем. Это не значит, что мы получим двухгодичный медвежий рынок, но мы можем увидеть периоды консолидации различных уровней цены. Это ожидаемо такое. Было в прошлом, было в прошлом, в бычьем рынке. Даже в 2017-м, который кажется только ростом, Если вы вернетесь и посмотрите, были периоды по два месяца и больше, когда цена не двигалась или опускалась. И можно ожидать этого и в этом цикле. Если в итоге все будет так, потом цена пойдет вниз. Здесь я продолжаю среднюю цену. Я спекулирую, что средняя цена к 2023 году может быть в районе 100 тысяч долларов за биткоин. Максимальная цена может быть гораздо выше этого. Максимальная цена может подниматься гораздо выше средней цены. Мы видим, что максимальная цена вот здесь поднимается до 20 тысяч долларов, в то время как средняя цена в 2017-м была всего несколько тысяч. Так что максимальная цена может быть гораздо выше, но мы должны учитывать, какова средняя цена, потому что будут фазы, где мы торгуем гораздо ниже максимума. И также будут фазы, где мы торгуем сильно выше минимума. Так что это то, что стоит держать в уме. Я вижу фазу расширения примерно такой В целом, я вижу этот цикл так Институциональные инвесторы вкладываются, розница в страхе все пропустить вливается за ними, раздувая цену слишком сильно Потом небольшой откат, и некоторое время этот цикл будет повторяться Возможно, этот цикл длиннее или короче Но если мы посмотрим на предыдущие области расширения и сжатия Видно, что они становятся все длиннее по мере того, как мы продвигаемся во времени Конечно же, этот цикл ускорился относительно резко Так что в случае, если мы поднимемся выше 100 тысяч в этом году И потом получим весомую коррекцию Тогда это может быть более короткий цикл Нам придется передвигаться шаг за шагом и смотреть, что будет Вы можете спросить, почему ты думаешь, что цена поднимется всего лишь настолько? Мы же видим, что за предыдущие циклы она поднялась гораздо выше Но вы можете видеть, что кривая становится все более пологой Фаза расширения занимает все больше времени и показывает все меньше прирост Эта фаза расширения продлилась примерно год, и средняя цена поднялась достаточно сильно Вот эта заняла пару лет Та, в которой мы сейчас, уже длится пару лет И вот эта, от начала до фазы консолидации в 2018 Они длятся дольше Вы видите, что это достаточно быстрое Потом это немного длиннее Это еще немного длиннее И я ожидаю, что это также будет немного длиннее И вы можете сказать, покажи мне расчеты, и я рад это сделать Давайте посмотрим на разницу максимальной и минимальной цены, разделенную на минимум Мы смотрим на процентную разницу между максимальной и минимальной ценой И вы можете видеть, что мы плюс-минус в нисходящем тренде Процентная разница за каждый год между максимальной и минимальной ценой уменьшается со временем Вы можете видеть, что примерно к 2038 году Максимальная процентная разница, которую мы можем увидеть между максимальной и минимальной ценой Может составлять скромные 100% Это не значит, что мы не можем получить 100% в грядущие годы Но я уверен, что если мы будем видеть разницу в 100% в грядущие годы Скорее всего, мы будем видеть, как она поднимается к середине или может к верхушке канала И мы будем продолжать двигаться вниз в этом тренде длиной в десятилетия В плане процентной разницы минимальной и максимальной цены Если вы посмотрите на отметку в 10%, чтобы увидеть всего 10% разницы между минимальной и максимальной ценой биткоина Потенциально она будет постоянной Потенциально не в ближайшие несколько десятилетий Итак, я бы сказал о биткоине Что он выдерживает проверку временем Он проходит проверку временем Будут фазы, где он вытряхнет людей наружу Люди испугаются, но тем не менее фазы расширения продолжаются Фазы сжатия продолжаются Значения фаз сжатия не повторяют значений предыдущих фаз Грубо говоря, цена биткоина делает два шага вперед, затем один шаг назад Два шага вперед, один назад Два шага вперед, один назад Сейчас мы в фазе двух шагов вперед И надеюсь, эта фаза продлится достаточно долго В то время как на борт поднимается все больше и больше людей Больше институтов По мере того, как он становится все более принятым по всему миру Вот, ребята, я надеюсь, что вы зацениваете такой контент Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк И подписаться на Бенджамина Также по ссылке из описания Сейчас будет еще один небольшой фрагмент Тоже очень интересный Тоже вполне себе стоящий вашего внимания Так что досмотрите до конца Сейчас мы движемся вверх По крайней мере на недельном или месячном приближении Сейчас мы точно не знаем Когда мы дотянемся до этой верхней линии нисходящего макротренда Надо отметить, что это несколько сомнительный тренд Поскольку есть всего три точки данных Нет гарантии, что мы получим четвертую точку на этой линии Тем не менее, вы должны себя спросить Если мы доберемся до этой линии И ваше портфолио наберет больше, чем вы могли себе вообразить Будете ли вы рассматривать этот уровень Более рискованным, чем нынешний Который, в свою очередь, гораздо более рискованный, чем год назад Если мы доберемся до этой точки Опять же, я не говорю, что мы не можем подняться выше Просто вы должны решить для себя Стоит игра свеч или нет Итак, мы можем подняться туда раньше Или мы можем подняться туда позже Очевидно, мы обсуждали разные теории Но я просто показываю вам Что мы должны быть гибкими Мы можем представлять теории Но посмотрим, как много времени займет подъем к этой линии И поскольку мы даже не близко к ней Мы не можем заявить, что мы близко к некоторому уровню неопределенности Это еще одна причина, по которой я не думаю, что мы достигли пика цикла рынка Тем не менее, мы можем получить локальные вершины, которые потом откатятся на 30-40% На пути к теоретическому будущему пику цикла рынка Мы также должны учитывать, что пока мы эмулируем второй цикл Где было активное движение вверх Как вот это Пока этот цикл очень похож на тот Посмотрим, сэмулирует ли он его в плане роста перед падением И может это будет двупиковый цикл Вы можете поспорить, что это трехпиковый цикл, если включить пик в 2019-м В некоторой степени большое число сходств между этим циклом и этим происходит от этого паттерна спуска в недооцененность Потом обратно вверх Потом вниз еще больше Потом едва вверх Потом опять вниз И на взлет Итак, вниз Опять наверх Еще больше вниз Едва выныривает Опять вниз И взлет В этом сходство между этим циклом и двумя циклами тому назад Пока что в этом цикле было больше внутрицикличной волатильности Не обязательно макро-волатильности в плане окупаемости инвестиций с одна цикла рынка Но было больше внутрицикличной волатильности Мы видим пик 2019-го Этот цикл имеет более чистую структуру рынка, чем нынешний цикл И четвертый цикл эмулирует второй Нежели третий Мы можем увидеть что-то такое Может будет пик, потом мы немного спустимся и пойдем наверх ко второму пику Может поднимемся сразу наверх Надо всегда быть к этому готовым Если поезд просто продолжит движение Если импульс продолжит нарастать Мы должны быть готовы к такому сценарию Мы также должны быть готовы и к такому сценарию Что будет пик Позже появится второй пик И еще позже третий Это, вероятно, будет наиболее нервно Потому что вы думаете, что это конец И через пару месяцев он поднимается еще выше, чем был Так что держите в уме, что это может быть трехпиковый цикл Можно даже будет сказать, что это четырехпиковый цикл, если включить пик из 2019 И если что-то такое произойдет И мы получим этот методичный подъем наверх в течение нескольких лет Очевидно, что теорий много И мы должны оставаться гибкими, пока продолжаем движение сквозь цикл рынка Итак, это показывает много разных возможностей Касательно достижения переоцененности, которая будет представлением верхушки цикла рынка Также это показывает, почему я думаю, что мы и близко не подобрались к верхушке цикла рынка Для этого цикла рынка В общем, вот такие вот дела, ребят Спасибо, что смотрели Надеюсь, вы зацениваете такой контент Напишите в комментариях, если вам нравится, интересно еще продолжать делать такие переводы Пишитесь обязательно на Бенджамина Выразите ему респект Ну и скоро увидимся в следующих видео Все, с вами были Ваня Серфи и Фалалагрини Джо Это канал Крипто Комманс Всем большущего профита и терпения Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok